дальше вопросы мы с вами уже общались вот мужчина ваши вопросы здравствуйте Олег Геннадьевич подключайте мобильный телефон меня зовут Дмитрий вопрос вот такой мы с женой узнали что по натальной карте у жены Марс сильный у меня Луна у вас рядом жена сильная она рядом сидит и получается что блин не слушайте вы их все вот у вас хорошая совместимость по Луне хорошая совместимость по Венере еще лучше поэтому у вас интимная жизнь вообще отлично по Солнцу совместимость не очень поэтому иногда вы вздорите не уважаете друг друга это может быть по Меркурию самая плохая совместимость поэтому ну вам тяжело вот рассуждать друг с другом так вот очень тяжело общаться подолгу там вот так легче жить просто что-то делать по Марсу есть какая-то несовместимость небольшая она дает то что вам тяжело спорить нормально то есть вы начинаете во время спора взрыв идет зато хорошая по Сатурну совместимость хорошо вместе жить находиться рядом не перегружайте то есть есть плюсы есть минусы вас нормальная семья все знаете самый хороший астролог это мертвые астролог потому что иногда так людей пугают задолбали всех эти астрологи блин люди придут за помощью их напугают они потом у меня Марс у меня Луна вот что такое что делать они вот их запугали короче они ходят и думают как им теперь жить вы не к тому попали просто у вас все нормальная семья все ругаются все хорошо вот ругаться сложно в плане в том что жене что ты объясняешь говоришь логика аргументы она а у нее на каждое мое слово два слова то есть так поднимите руку женщины у которых на каждое слово не два слова у меня у вас три слова да одно одно не одно а одно все остальных по два по три слова женщины ну это обычная женская природа просто вот все женщины с ними ругаться нельзя вообще надо аккуратно так как бы да моя хорошая да и все и бесполезно ругаться эти женщины все смеются над вами что вы как бы не понимаете они все одинаковые женщины нельзя нельзя и особенно логика вы говорите я и логически начинаю объяснять женщине когда логически объяснять у них голова напрягается но так блин когда же он закончит я уже не могу слушать все правильно я говорю ведь все женщины сказали вам вы логически learning а а что у мужчины в этот момент? когда женщина ему warnings она эмоциональна когда ему говорят у него сердце у мужчины вот здесь дырка вот психическая в сердце он эмоции не терпит а у женщины вот здесь дырка она не терпит логику Если мужчина начинает, она такая, она не может терпеть. А мужчина, когда она, он такой, давай завтра, я сядю встал. Все, не выдерживает эмоции, в сердце они бьют. А женщина не выдерживает логику. Причем тут астролог? Если человек утверждается на людях, он всегда всех пугает. То, как астрологу пришел, он смотрит, говорит, ну вам вообще осеннее пальто можно не покупать. Понимаете, это что, блин? Через одного пугают астрологи всех, ну только придет там, ну как бы, у вас все, как бы, несовместимость. Люди 25 лет, живут вместе лет, короче, несовместимость окажется, они выходят, думают, как же теперь жить дальше. Ну как жили, так и живите. Если люди в 5 лет вместе прожили, значит все нормально, есть совместимость. Но там к астрологу сходили, он перепугал всех, все они теперь на ушах. Там, у тебя два брата, а он в первом. Раньше сядешь, раньше выйдешь, все. Как бы разум, вот, пошел разводиться. Напугали человека, все, два брака. Зачем слушать это все? Живите спокойно. Все ругаются. Я разок к жене подхожу, говорю, слушай, говорю, у меня к тебе есть небольшой вопрос. Она говорит, да. Я говорю, вот как ты думаешь, это нормально, что у нас в семье один человек всегда прав, другой всегда неправ? Она такая смотрит на меня, я говорю, нормально, и пошла. Вот и все, весь разговор. Я поулыбался, и все, что мне еще осталось? Даже уточнять не стал. А? Даже уточнять не стал. А что уточнять-то? Понятно же. Так, получается, нужно признать, что ты по жизни виноват, и тогда будет спокойно. Вот, вот, теперь мудрость, мудрость. Все застыли, слушай внимательно. Слушай внимательно, все молчим. Биография мужчины. Родился, побыл виноватым, умер. Это мудрость, это древняя мудрость. Оно так является. Да? Родился, побыл виноватым, умер. А другие варианты возможны? Нет. Это мужчин надо беречь. Мужчин беречь надо, они, как бы, у женщины есть три стадии заболеваний. Первая больна, вторая очень больна, третья вдова. Он уже умер от того, что она больна. Ну и мозги вынесла, она все больна. Понимаете, это мудрость. Поэтому мужчин надо беречь. А если наоборот мужчина, наоборот, не виноват. Никогда. А это не так еще нахуй. Видите, у вас, да? Да. Видите, он молодец. Он смог быть не виноватым. То есть она его делает виноватым, он все равно не подходит. А? Под мудрость не подходит. Что? Не точная формула мудрая какая-то. А как? Ну можно не быть виноватым. Как себе поставишь? Видите, он справился, он смог стоять свои права быть не виноватым. Ну то есть остальные все вот виноваты. Если бы он не смог, он бы тоже был виноват. Так виноват всегда я. Во всем. Видите, она жалуется. Это означает, что? Он виноват. Что он виноват? Просто он не признается. Вот так вот и живем. Ну, как бы, я предпочитаю мир. Так всю жизнь женщины воевать будешь, всю жизнь война. А я предпочитаю мир. То есть я просто стал виноватым. Но при этом не обращаю на это внимания. Спокойно живу. Виноват, значит, виноват. Ничего страшного. А? Что, кто бубнит там? Что там? Никому что-то не нравится. Не нравится, будешь один жить, значит. Просто вы не понимаете, мои дорогие друзья, не понимаете, что есть природа у человека. Вы из ежика зайчика не сделаете, понимаете? Один раз зайчик подскакивает к лягушке, говорит, что ты такая скользкая, вонючая. Он говорит, я на самом деле всегда мягкая, пушистая, просто я сейчас болею. просто поймите, есть природа. Вот маленькая девочка, она еще вот маленькая совсем, она все на всех смотрит, и я хорошая, я хорошая, я хорошая. Она не может быть виноватой, просто у женщин такая природа. Она не может быть виноватой. Это ее природа. А мужчине не так важно, виноват он или нет. Важно, чтобы он побеждал, чтобы он был сильным. Поэтому женщина согласна быть слабой, а мужчина согласен быть виноватым. Женщина сильный. Все сильные мужчины, они нормально относятся. Жена говорит, ты слабая, мягкая, мягкая, мягкая. Он да, 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 все нормально. Нравятся же такие мужчины, да? Ему говоришь, ты плохой, я тебя, мягкая. Вот, а он да, 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 все хорошо. А где жечь такого? А? Иногда бесит, когда он соглашается. Ну, женщина все бесит. Соглашается, бесит. Он соглашается, опять бесит. Почему бесит? Потому что у нее так луна влияет. У нее один день ее вообще не бесит ничего. Другой день все бесит. Так действуют планеты просто. Женская природа такая. У нее настроение зависит от влияния луны. То все бесит, то ничего не бесит. Все, вот так устроена психика. Хочу мороженое, потом раз, не хочу мороженое. Пирожное. А? Пирожное. Пирожное. Только принес, уже не хочу. Теперь яблочко хочу. И чем больше беременность, тем больше меняется желание. Все нормально, мои хорошие. Есть природа, надо ее принять. Это главный принцип совместной жизни. Вот мы не можем изменить человека. Есть женская природа, она чувствительная очень. Чувствительная и амбициозная в отношениях. Женщина, ее амбиции женщины направлены на отношения. Она устанавливает свои правила в отношениях. Она хочет диктатора. Все женщины диктаторы в отношениях. Они хотят своего, своих правил, все по-своему, чтобы было. Они не хотят уступать в отношениях. Они дрессируют мужа под себя. Вот почему не надо женщину бросать? Она тебя дрессировала под себя за два года. Ты ее бросил, теперь другая тебя будет два года дрессировать. И все переделывать. Ты уже привык вот так, а она теперь нет, это все не так. И заново все, каждый по-своему же. И лучше уже остаться с той, которая тебя дрессировала, уже легче как бы жить, чем заново потом все менять. И все время она же обижается жутко. Зачем ты мне розу купил? Я хочу хризантемы. Думают, надо розы всегда попать. Он привык к розы. Вот. И все по-своему у ней, свои предпочтения во всем. У каждой женщины свой вкус. Они все разные у женщин. Смотрите, мужчины примерно одинаковые все сидят, а женщины все пестрые, разноцветные. У всех свой вкус разный. А можно еще спросить? Как мужчине цель жизни определить? вот смотрите, у вас на пятом слое психическом есть динамический блок, сильный динамический блок. Это означает чувство, что вы не можете добиться чего-то в жизни. Этот динамический блок также дает склонность к курению или к игромании или кофе. Там каждый мужчина сам что-то выбирает из этого всего. Это все вот этот динамический блок. Если вы длительное движение совершаете, пробиваете этот блок, то вы сможете легко понять, что вам делать в жизни. Просто проблема не в том, что вы не можете понять, вы начинаете делать и чувствуете, ничего не получится. Вот это проблема, понимаете? Вы как бы раньше времени сдаетесь. Вот в этом ваша проблема. А эта проблема именно блок. Он побеждается длительным движением. Любую деятельность начинайте делать, вот любую, которая более-менее вам нравится. Если бы блока не было, эта деятельность привела вас к вашему предназначению. Путь вот такой бы вы прошли, если бы что-то начали делать, оно другое рождает. Но у вас не получается, вы обрываетесь. Вы чувствуете, не получается, у вас руки опускаются. Потому что блок его надо пробивать, ходить 4 часа, раз, 6 дней. Часто мы неправильно трактуем то, что с нами происходит. Тайна может быть в прошлой жизни. Момент смерти у человека сильно определяет, что с ним будет дальше. Момент смерти определяет сильно. и если человек допустим уходит из жизни немножко не так как надо, тогда дальше это преследует его состояние. Вот у вас девушка испуг был в момент смерти сильный. Вы всю жизнь боитесь всего. Страшно. Это из прошлой жизни. Тайна оттуда идет. Ладно, начнем лекцию потихоньку. Итак, что такое характер вообще? Мы с вами беседуем о характере. Мы вчера разобрали отношения, любовь, про энергию любви поговорили. А сегодня начинаем говорить о характере. Характер это внутренняя глубокая составляющая психики. Есть наружная составляющая называется поведение. а есть глубокая составляющая называется характер. Характер это то, что у человека как говорят черты характера. Человек скромный по природе или он допустим ранимый или он жизнерадостный такой характер. У человека есть два проявления его жизни его социальной активности. Первое проявление наружнее а второе внутреннее как два слоя такие наружнее и внутреннее. и у женщины наружное проявление очень покладистое. Она снаружи подстраивается, она приспосабливается, может легко принять ситуацию жизни, подстроиться под нее. снаружи. допустим, когда эмиграция происходит, то женщины быстро приспосабливаются к допустим той ситуации жизненной, которая есть снаружи. А у мужчины поведение очень тугое, он не может ничего поменять, он долго принимает жизнь и потом по этой колеи живет всю жизнь. Допустим, женщина может тем позаниматься, другим позаниматься, что-то поменять, переучиться, а мужчина как выучился, так он всю жизнь в этом направлении движется, он не может ничего поменять, потому что у него поведение очень тугой. Мужчина поведение очень тугой, такой упертый, напряженный, сильный, непреклонный, настойчивый, твердый, упрямый, неизгибаемый, непреодолеваемый, вот он такой вот. А женщина поведение мягкое, покладистое, может меняться, подвижное поведение. То есть она там в Европу переехали, она через три месяца уже такая, а он беремячив еще пять лет. мужчине очень трудно поменять речь, поменять поведение, переучиться, а женщина быстро и все, она уже, она англичанка уже, даже лицо меняется, она англичанка, вот, а он все русский там. Вот, поэтому мужчине очень трудно поменять поведение, он очень тугое поведение. Поэтому женщина ждет, кто ее выберет. Она может приспособиться, принять любого человека, она может, ну, почти любого. Вот. Может принять, если он ее любит, вот это главное условие, она смотрит, он любит или не любит, ей очень важно, если он не любит, что, зачем принимать, какой смысл, она смотрит, любит или не любит. Если любит, ей тоже приятно становится, сначала ей нравится, потом она тоже влюбляется, если он ее любит. А если не любит, то она не будет его принимать, приспосабливаться, но если любит, она под него подстроится. Вот если он летчик, она, летчик ей будет нравиться, если он, допустим, тракториста, значит, вот так. Ей нравится. Главное, чтобы он чем-то занимался. Женщине не нравится, когда мужчина сидит дома, ничего не делает, она с ума сходит просто. И вообще женщине не нравится, когда мужчина долго дома находится. И надо, чтобы он куда-то свалил. Он когда дома, постоянно создает хаос. Все время что-то не так, и за ним прибирать надо все, он напрягает. А если он куда-то свалил, хорошо, спокойно. Да, он есть и пришляет где-нибудь там. А здесь я, детишки у меня, я тут все. Это моя норка. Она мужика из норки, и как бы вот иди отсюда, а сама дам все детей. Она захватила территорию. Он заработал там на норку. Говорит, это моя квартира, а что там в этой квартире его-то? Ну, обои все в цветочке, это не мужская природа, там не флажочки же с танками, а цветочки. Шторки в цветочках, кровать тоже такая вся, резная. Вот. Все резное, все такое. Женская энергия, везде все. Запах такой, ароматы. Вот. Мужского там вообще ничего нет, в квартире. Все женская. Вот. И если он дома сидит, она с ума сходит, думает, блин, скорее бы он свалил. Даже если сильно любит. Так или нет? Да. Видите, как вот устроено, да, в этом мире? Мужчины. Мужчины, не слушайте. И вы такие, а как же так, блин. Вот. Вот так вот. Итак, характер. Это тайна. И если человек в этой тайне разобрался, то много в отношениях меняется. Много можно понять, как делать, что делать, как жить, и все. И отлично становится все. Итак, у мужчины в поведении очень тугая, наружный психический слой очень тугой мужчин. Очень. Непреклонный, тугой. Женщина жалуется, говорит, он, блин, он никогда не соглашается. Как с ним жить вообще? Все время неправая. Все время он всегда прав. Вот. Ну, давайте я вам дам мандаринку. Да? Ну, давайте. Вы такая хорошая, вот терпите своего мужа. Все. Все надо. Все просто. Спасибо. Видите, настроения у нее нет, она такая печальная. Даже Олег Геннадьевич не смог помочь. Что же теперь делать? Все будет хорошо. Итак, наружный психический каркас у мужчины непреклонный. В этом есть плюс и минус. Плюс. Мужчина смелый, крабрый, идет вперед, достигает своих целей. Он очень целеустремленный. Минус. Его очень трудно переделать. Вот. В поведении мужчина непеределываемый. Вот какое у него поведение есть, такое остается. Поэтому, когда замуж выходишь, самое главное определить, есть ли в поведении проколы серьезные. Например, он гуляет, не гуляет, выпивает, не выпивает, курит, не курит. Вредные привычки – это проколы в поведении. И у мужчины это опасная зона, потому что ему это убрать из своей жизни очень сложно. Вот у женщины поведение меняется быстро. Она там, если курит, она бросит, пьет, бросит, гуляет, бросит. Быстро он быстро может это убрать, если надо. Если надо, она убирает. Но мужчине это все убрать очень сложно, потому что тугое, снаружи, тугое мужчина очень. Женщина приспосабливается, может поменяться в поведении. Ей легко подстроиться. Ну, подстроиться под кого? Кого она любит? Кто ее любит, вернее. Если ей человек нравится, она легко подстроится. Важно, чтобы нравилось. Работа нравится – она подстроится. Мужчина нравится – она подстроится. Женщина может жить только в атмосфере любви. Она не может в дисгармонии находиться. Ей нужна гармония, чтобы гармонична была ситуация для ее жизни. Если гармонична, она готова подстроиться. Нет проблем принять это все. Немножко переделать себя. Снаружи, в поведении. Теперь внутренний слой. Внутренний. Вот это тайна. Внутри люди не видят друг друга. Не понимают. Вот мужчина, допустим, внутри очень податливый, очень мягкий. Очень характер его постоянно меняется. Допустим, если он гневливый характер или обидчивый мужчина, он может перестать таким быть быстро. А вот женщины характер меняется очень сложно. И поэтому, когда взаимодействие характеров идет, а это уже близкие отношения в жизни, всегда в этом взаимодействии мужчине приходится подчиняться. Ну, то есть, мужчине придется подстроиться под характер жены. Или не будет семьи. Потому что характер — это внутренняя составляющая психики. Она у женщины как камень. Она просто свой характер не может переделать. Если у нее склонность к лени, так и останется. Склонность обижаться, так и останется. Если она чувствительна, если у нее там, допустим, непереносимость, ей надо там побыть одной или, наоборот, с девчонками общаться. В характере есть такая составляющая определенная, называется желание. Вот у мужчины так интересно устроено желание, он может забыть. Вот женщины опытные видят, допустим, муж все так хочет, она ему «да-да-да-да-да-да», и он забыл, и все, и так на тормозах спустил. Женщины, кто пользуется этим подниметелем? Спускает на тормозах потихоньку, и все. Вот. Эти женщины знают, что у мужчин есть такое. Они забывают то, что они хотят. Теперь у меня вопрос. А женщина вообще может забыть, что она хочет? Никогда. Почему? Так устроен характер. У женщины очень твердый характер, и характер состоит из желаний. Из поступков стоит поведение наружное, из поступков. Там привычки. Привычки у мужчин непреклонны, как камень, с ними очень трудно. Если он гулящий, значит, он будет гулящим, ничего ты с ним не сделаешь. Очень трудно. Можно, конечно, но очень медленно и трудно. Женщина, если гулящая, она быстро может перестать гулящей, и легко переделаться, потому что это поведение. А есть характер. Характер — это желание. Вот желание у женщин непреклонное. И есть особая зона желаний у женщин, которой вообще она просто не сможет с ними ничего сделать вообще. Хоть ты ее убей просто. Вот там все, это ее зона желаний. И поэтому мужчина, когда он знакомится с женщиной, женщина должна узнать поведение. Он кобелина, не кобелина. Узнать поведение, должна разобраться в ее поведении, какие привычки есть. А мужчина должен разобраться в желании. Потому что желание можно и не потянуть, и они не изменятся. И она будет умирать. Самое опасное желание — это когда женщина хочет бриллианты. Золотые украшения, бриллианты. Ей нужны очень дорогие украшения. И она будет ныть, ходить ныть. И вот без этих украшений она не может жить. Поднимите руку у женщины, кому нужны очень дорогие украшения. Ну, одна вот честно подняла, все остальные не стали. Еще одна, хорошо. С головой начали поднимать ручки. Хорошо. Затем ничего не сделаешь уже. И причем это так настолько глубоко действует. У меня была такая ситуация. Мы с друзьями, очень богатые у меня знакомые, ездили в Индию. Пришли к моему знакомому, человеку, который занимается драгоценными камнями. И он нам показывал разные дорогие украшения, камни. И его супруга, моего знакомые, смотрела на одно ожерелье из умрудов. И он говорит, что ты туда смотришь? Это не наша цена. И она говорит, да, да, да. И такая раз. Вот. И заметил этот мой знакомый, ювелир. Он говорит, дай ей померить это украшение. Тот друг мой говорит, побоися бога, ты что делаешь вообще? Не, не, дай ей померить. Он говорит, ну мы не сможем, это очень дорого. Я даже в расточку, не знаю, когда это выплачу. Ну, дай, дай померить ей. Ну, посмеялись, вроде смеха смехом. Она, дело это ожерелье, там куча изумрудов, короче, целый, вот такой, прям. Раз, и голова прошла мне. А я ей камни подбирал, она такая чувствительная, ничего ей не подходит, короче. Сдолбался, и так ей ничего не подобрал, короче. Это мы поехали в Индию, что, может, там какие-то драгоценные камни, может, подойдут. А тут раз, и у них, из-за этой головы, вся, короче, канитель была. У нее раз, эта голова прошла, и она его не снимает. Говорит, можно я еще посижу, чуть-чуть? Потом ее все-таки заставили снять это украшение. Потом она, говорит, хочу опять туда, туда, в опис. Пришла, сказала, можно я пока буду здесь, я буду носить. Ну, ладно, о деле. Он думал, 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 короче, взял это украшение, купил, там, просрочку как-то выплатил. Она, короче, не была, не могла забеременеть, так она забеременела в этом украшении. Потом выносила ребенка, не снимала, даже в рудомик. Она в нем спала даже, то есть, в ней вообще, то есть, полное. И он потом смотрит на нее, говорит, дорогоценная ты моя. Это желания женские. Они вот, все как бы, если она желание не выполняется, ей плохо становится, она болеет, умирает, все как бы. Это естественно, то есть, если врачу провести, правда, она умирает уже. Желание выполнено, раз, не умирает. Все, сразу легче стало. Так влияет желание у женщин. И желание, вот у нее не меняется всю жизнь. Одна хочет с подружками полтать, по часику в день. Поднимите руку, у кого такой вот человек? Так вот. По два часика, по три. Вот. Первый вариант. Второй вариант, кошечки, собачки, прямо умираю, не хочу, хочу, чтобы было животное дома. Поднимайте руки, кто женщин. Вот. Ничего это не отменишь уже, все. Вот, потом, хочу побыть одной, чтобы никто и мне не мешал. Вот, мне надо в течение дня побыть одной, все. Такие есть женщины. Теперь, хочу съездить, отдохнуть куда-то. не может, она хочет иногда съездить, надо ей съездить куда-то. Ладно. Хочу все время на какие-то семинары ходить. Ну, такие. Им нравится слушать что-нибудь интересное. вот. Хочу вкусные конфетки. Хочу красивые одежды все время, чтобы было побольше, красиво. А? 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 Ну, это вы уже загнули. Я разор, короче, это, я был в Индии, провел эксперимент. Мне жена серезки заказала. Я зашел в магазин, там было где-то тысячу видов сережек. Очень такое, чисто магазин одних сережек. Вот. Я из них увидел, ну, я могу определять, что кому нравится. Вот это у вас не самое любимое платье, вот это вот. Если бы оно чуть-чуть было посветлее, зеленое, вам больше нравится. Я каждой женщине могу так определить. Я знаю точно, кому что подходит. Вам вот, женщина, вы в сером сидите, вот, с очками, вы, да. А вам, если чуть-чуть светло-розовый, вы бы идеально были. Но вы почему-то серый. А? Болубой. Да я не вам вот говорю, другой женщине. Правильно, Джейбур? Да. Ну вот, я это вижу. Я своей жене, короче, это, сорок сережек выбрал из этих тысячи. Потом из этих сорока выбрал две пары. А, вернее, нет, я выслал эти сорок сережек, если она из них выбрал две пары всего, которые ей понравились. И потом, когда я их купил, привез, одна, одни она отшила сразу, говорит, я не рассмотрела. Вторые поносила неделю и потом перестала носить. Они у нее потом лежали в этом. Я думаю, блин, я сдаюсь. Говорит, я хочу, чтобы желание определял. Вы что, кого хотите-то вообще? Он волшебником, что ли, чтобы был? Как он ваше желание определит? Это же невозможно у женщины определить. Итак, если мужчина не знает, какие у женщины желания, он может влететь очень серьезно. Потому что она свои желания не изменит. Вот какие есть, такие есть. Или он принимает, или все. Вот. Поэтому у мужчины привычки несложно, а у женщины желание. И у женщины внутренняя часть психики очень крепкая, твердая, непреклонная. И это внешне не видно. Внешне женщина очень податливая, мягкая, ей все время приспосабливается. Мужчина думает, вот, я с ней буду как хорошо жить. Она прям как под меня подстроена. А потом он замечает, что с ней невозможно договариваться. Вот женщина, она внешне соглашается, но внутри все равно она будет стремиться к тому, чтобы было все, как она хочет. И ничего с этим сделать невозможно. Самый ужасный подарок для женщины это подарить ей обстановку в квартире. Если он там переставит мебель, она придет на день рождения, она может так сказать, хорошо, спасибо, в дом все переставит назад, как у не было. Ну, то есть, женщина все равно все будет делать по-своему, все, что связано с ее желанием. А желания у женщины идут в сторону квартиры, обстановки, мебели, жилплощади. Она интересуется норкой своей, ей нужно норку под себя. И вот, допустим, она приезжает в какую-то квартиру, у нее большой головняк, она как бы ей эта квартира нужна, но она является головняком, потому что она неудобная. И ей надо год примерно эту квартиру перестраивать под себя, чтобы она стала удобной. И надо вот сюда, это сюда, и она может мозги композировать. Вот, потом, не дай бог, муж захочет переехать в следующую квартиру. Она говорит, все, никуда, я здесь остаюсь, все, никуда не переезжаю, потому что женщина, если она привыкла к какой-то обстановке, к квартире, к жилью, она его контролирует, это жилье, ей там уже спокойно, все хорошо, ей уже поменять это нереально сложно. Так? Жить? Вот. Как это влияет на отношения? Человек должен очень глубоко разобраться, как строить отношения друг с другом? Вот, допустим, как влияет поведенческий, этот наружный психический слой влияет на отношения? Вот, допустим, есть эмоция человека, внешняя эмоция, она связана с поведением. Вот, мужчина, допустим, приходит с работы, как он выглядит? Ну, например, вот так. Да. Что это значит? Устал. Не лезь ко мне. Да, голодный, устал, но многие женщины думают, что он ее не любит. Вот, поднимите руку, муж приходит, вот так, вы думаете, что он вас не любит, поднимите руку. Это ваша ошибка, заблуждение. И он удивляется искренне, почему она, он же своего лица не видит, а если даже вы его вверх в зеркало подвезете, знаете, как он на себя будет смотреть? Он вот такой смотри на себя бытво, да? Вот, поэтому человек не замечает свою эмоцию. Если только скрытой камеры снять, тогда он еще что-то заметит. Вот так он не замечает, и поэтому женщина должна знать, что не надо по лицу судить о мужчине. Вот это очень важный момент, потому что его лицо показывает, внешнюю составляющую его психики, его сознание. Так же по голосу, не надо, у него голос это поведение. Я не говорю, я не говорю, я не говорю. Вот, и она думает, блин, какой злой, какой жестокий, коварный человек вообще. А на самом деле он не такой. Внешняя составляющая мужчины ни о чем не говорит. Это всего лишь внешняя составляющая. Может, ты на свете конечно лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть, поэтому женщина, она должна долго общаться с мужчиной, чтобы в нем разобраться. это особенность знакомства. Женщине нужно много времени, потому что ей надо разобраться, какой он внутри. И когда она чувствует себя спокойно с ним, защищенно, рядом, значит, она почувствовала его внутреннюю составляющую. Ей уже становится легко с ним жить. Но женщина должна знать, что ее цель всегда проникать сквозь наружный поведенческий слой мужчины. И это делается с помощью доброты к нему. Вот, например, он с работы приходит, сразу раз ему на шею и держать его вот так. Чтобы наружный слой ослаб, его надо, чтобы он обмяк. А потом пусть идет уже, занимается своими делами. Понимаете, когда мужчина заходит с работы, он как слон посудной лавки, потому что эта поведенческая энергия очень сильна. И она рушит атмосферу в доме. Женщина очень сильно, примерно полчаса очень сильно нервничает, когда она встречается с мужчиной. Первые полчаса ей очень тяжело, поднимите руку, кто вот это заметит. И вам из-за этого раздражает, вы хотите от него убежать на полчасика хотя бы. Почему? Потому что он с этой энергией поведения жесткой, приходит в ваш такой нежную атмосферу вашего дома, и он ее все рушит. Приходит и все рушит. И вам очень трудно, поэтому надо его обнять, потом куда его надо тащить? В душ. Потому что когда вы его затащили в душ, он помылся, у него вся поведенческая энергия снялась, и он стал мягкий пушистый. А до этого был скользкий вонючий когда прошел. Понятно, женщина? А если голодный? А? Если он голодный? Все равно сначала под душ. Потому что если вы под душ его не поведете, он будет давиться за столом. Когда наружнее вот эта энергия тяжелая, сильная, напряженная, мужчина будет вот так кушает. Как собака голодная, знаете? мужчина и так не кушает, он жрет. Женщина тоже не кушает, она пробует. А мужчина с работы пришел, надо сразу под душ, чтобы его расслабить, чтобы он спокойнее был. иначе холодильниками не напасешься вообще. Чем быстрее человек хватает, тем больше съедает и меньше толку от этого. Все, на унитаз только потом идет. иначе женщина должна всегда стараться не реагировать на внешние факторы мужчины, на его речь, на его взгляд, на его поведение. Допустим, пришел, бросил куртку. Не надо обращать внимания, как будто этого нет. Вот приучите себя. Всегда старайтесь глубже воспринимать его, поглубже с ним. Как поглубже возможно только после еды. Мужчина только когда перед сном и после еды это два состояния, когда мужчина может вас понять, женщина. Все остальное время он находится в коконе. Ему говорят ты что, блин, ты баран что ли? Ты ничего не слышишь, не видишь. Вот это его природа. Он будет зажар деятельность весь. Ему очень трудно. Ему женщина говорит ты поняла? Да. Ну а слово понял это же означает, что человек к сердцу это принял. Для мужчины понял это на уровне логики. Это означает, что он понимает, что ты сказал. И что ему надо делать, а что ты сказал. А что ему делать, его вообще не понимает. Она говорит иди допустим помоги мне почистить картошку. Он как это услышал? Что ей надо чтобы кто-то почистил картошку. Она сама не успевает. Но желание почистить картошку не возникло. Он думает сейчас пойду почищу. Потом дальше кокей. Он садится блин да там фетисов сейчас гол забьет. И все такой картошка уже сейчас почищу сейчас почищу там же какие если у кого-то собачки есть допустим они знают что если собачка что-то увидела ее бесполезно от этого оттаскивать ее за ошейник тянешь она все равно туда лезет. Так же мужчина тоже у него поведенческая психика поведенческая очень тугая. Он если чем-то занялся его оттуда не вытащишь он допустим он знает что надо почистить картошку но фетисов сейчас забьет он уверен что он забьет и ждет он уже полчаса прошло он чувствует все равно забьет а картошка же не чищена а жрать то надо там ее надо жарить уже вот и она нервничает жена она подходит к нему говорит ты пойдешь чистить картошку он конечно пойду то есть он уверен что у него установка не сменилась же вопрос только когда когда гол забьют тогда и пойду поэтому для того чтобы мужчину оторвать от телевизора есть несколько последовательных стадий первая стадия надо сесть с ним вместе вы хотите чтобы он картошку чистить у вас есть две минуты и через две минуты он пойдет чистить картошку первая стадия сесть с мужем обнять его и сказать ну что забил он или нет он говорит нет ну там понимаешь такая ситуация вот да податкнуть и потом вторая стадия посмотреть на него и сказать вот если бы ты там играл ты бы давно уже забил и после этого он посмотрит на вас ну он подумает шутит она или серьезно он такой посмотрит и в это время когда он на вас посмотрел надо ему сказать пойдем картошку чистить понятно последовательные события не надо сразу картошка какая картошка фики забыл все то есть у мужчины поведение очень сильно телевизор и все и ничего с ним не сделаешь вообще и надо его вытягивать оттуда из телевизора потихонечку разными приемными способами или допустим как кормить мужа вот например ему не надо одного блюзда класть очень много потому что он будет есть его до последнего до последней капли крови а у вас допустим несколько блюд вы положили этого немножко потом другого немножко но если вы одного много положили думаете сколько съест столько съест это женщина так ест она съела чуть-чуть все и больше не хочет мужчина он когда ест он достигает цели а цель означает все также нельзя на стол ставить общее понимаете тоже нельзя ставить вот вы допустим шубу сделали поставили вот праздничный стол поставили общую шубу на стол это вся шуба его понимаете и он будет смотреть то сколько взял вот если взять ему положить его кусок он спокойно будет его есть и все не надо на стол ставить общее блюдо для мужчины женщине нормально кто попробовал это но если мужчина за столом надо его блюдо поставить общего вообще нельзя ставить потому что он будет контролировать он будет смотреть кто сколько у него взял потому что это его блюдо общее и женщина стесняется взять она чувствует что он уже как бы она стесняется ей неудобно плохо поэтому надо положить сколько ему и себе там сколько надо понемножку можете себе побольше положить потом ему оставить он доест потому что мужчине все равно что доедать главное чтобы было побольше женщине надо вкуснее чтобы вкусно было мужчине надо побольше поэтому вы его спрашиваете тебе понравилось понравилось означает много было он говорит конечно понравилось и мне не понравилось и он начинает придираться то не так а на самом деле было мало просто потому что мужчине для победы нужно в топку бросать поэтому у него сильное пищеварение он набросался и пошел побеждать а женщине для красоты нужно пробовать потому что вкус это энергия красоты поэтому женщине надо чтобы вкусно было иначе она некрасивая неплохое настроение и надо чтобы было вкусно в этом мужчине мужчины всегда узнавайте у жены что вкусно что невкусно ей нужно вкусно и так в поведении мужчины очень важно понять женщины не реагируйте на его поведение это не является тем что он есть на самом деле он допустим строго с вами разговаривает не обращайте внимания не обращайте внимания на взгляд не обращайте внимания на слова строгие мужчина становится самим собой только после еды и когда засыпает вот это время проявляется его внутреннее составляющее но когда он кушает он добрым таким ласковым становится можно все вопросы с ним решить но как надо решать по добрым самое главное мужчину никогда не вставить перед выбором надо ему говорить как ты думаешь вот смотрите как правильно вот допустим вы хотите поехать в Сочи и вы вас пригласили Свет кстати так вы напишите они же там собирают уже напишите если что если не пригласят не скажут я помогу ему пригласить я записала хорошо вот смотрите допустим вы хотите поехать в Сочи мужчина поел вы подходите к нему и говорите как ты думаешь когда нам лучше в Сочи поехать смотрите если вы допустим спросите мы поедем в Сочи или нет это неправильный вопрос потому что если он сказал что не поедем ему уже передумать невозможно все он как бы он уже уверен что не надо ехать тысяча причин будет если вы скажете ему когда мы как ты думаешь когда нам лучше поехать в Сочи то тогда нет проблем он будет думать когда лучше поехать но если вы ему перед выбором поставите то он может запрет сделать на эту поездку понимаете женщины нет или вы допустим спрашиваете его как ты думаешь какой цвет платья мне лучше подходит таким образом вы его настраиваете на покупку платья сразу вы же если он скажет что у тебя мало платьев вы скажете нет нормально просто я о цвете спросил и все и он скажет цвет это значит надо покупать это называется метод движения поезда вот мужчина он как паровоз в какую сторону поехал в такую и будет ехать если вы его запускаете в сторону платья значит он поедет в сторону платья если запускаете в сторону выбора значит он запрет сделает и все и тогда вообще никуда не поедете вот понимаете то есть с мужчиной надо не надо его как бы ставить перед выбором если вы чего-то хотите вы просто задайте вопрос в соответствии с своим желанием допустим вы хотите в парк пойти вы знаете что он сейчас в парк не пойдет он устал и вы его спрашиваете вы ему говорите знаешь хочу сказать как хорошо вообще в это время в парке он скажет да не пойдем мы никак в парк вы скажете а я тебя не просил я просто говорю о том как там хорошо и он допустим если согласится скажет да в парке хорошо значит вы его запустили в парк уже паровоз поехал в парк значит скоро приедет все понятная система да ну после еды вот он кушает а да надо просто понять что у мужчины есть два состояния одно состояние когда наружный психический слой начинает действовать то он как в броне с ним ничего не сделаешь и наружный психический слой не действует только когда мужчина поел и когда он ложится спать можно сесть и рядом с ним головки погладить и не надо его говорить ему не надо говорить почему ты не хочешь учиться допустим по головке гладь и говорить ему тебе какой предмет нравится или допустим сказать а я вот помню как ты математикой занимался хорошо там задачки учил главное запустить паровоз мне хочется чтобы он пошел в волонтерское движение он учится хорошо но он все халикулы лежит ну все вам надо просто запустить паровоз надо надо сказать надо сказать ты когда со мной сходишь посмотреть на это волонтерское движение смотрите мы говорим сейчас с вами о характере я вам говорю какие-то моменты это сначала кажется сложно но если вы потренируетесь вы поймете как запускать паровоз и тогда вам будет несложно вы сможете легко мужчину направлять в нужном направлении он потом сам туда же и придет вот очень важно женщине понять что никогда нельзя спорить с мужчиной потому что у него есть он всегда имеет разные режимы вот как допустим в компьютере вот сейчас у меня компьютер зашел режим сна понимаете у мужчины есть режимы и это очень опасно связываться с неправильными режимами например у него есть режим петуха или режим войны военных действий режим петуха или войны у мужчины заключается когда с ним спорят понимаете и если вы с ним не спорите вы легко добиваете своих целей потому что он по природе мужчина очень уступчивый мужчины природа очень уступчивая если он не находится в режиме петуха но если вы все время его с ним спорите или его на чем-то обличаете то он всегда будет в режиме петуха жить и вы никогда не увидите в нем вот эту доброту мягкость похладистость чтобы мужчина не включать в режим петуха надо постоянно соглашаться с ним причем вы должны женщины понять такую вещь что неважно согласны вы или нет вы соглашаетесь просто чтобы выключить режим петуха говорит да мой хороший вот чтобы он не сказал да мой хороший и он раз он чувствует что жена подчиняется ему если все курицы не забегают за забор они бегают где надо он спокойно сидит все курицы под контролем надо чтобы все курицы были под контролем режим петуха означает там он начинает возмущаться все это значит женщина вышла из-под контроля надо чтобы она кукарекала бегала занималась домашними делами на своей территории означает что она подчинена понятно если она соглашается значит она подчинена вот вы с ним согласились теперь просите что хотите и это будет парадоксально потому что вы сначала с ним согласились потом то же самое просите то что он запретил это соглашается например он приходит устанавливать правила мужчина устанавливает правило мы экономим Жена что должна сказать? Да, все, мы экономим. Он еще проверить не скажет. Ты понимаешь, что мы экономим? Да, все, понимаю, все, понимаю. Потом вы подходите после еды и говорите, ой, слушай, там под кузнике надо купить ребенку. И он говорит, ну, ты же понимаешь, что мы экономим? Да, понимаю. Ладно, хорошо. Если он спросит, ты понимаешь, что надо, что мы экономим? Она говорит, да. Значит, он говорит, хорошо, покупаем подгузники. Вот такая логика у мужчин. Тупые. Что вы сказали? Что сказали вы? Мужчины. Мужчины такие. Какие? Иногда тупые получаются. А вы острые, да, женщины? Молчите, сидите, блин. Сейчас я вам расскажу про женщин, так вообще будете под стол лезть. Все, никого не оцениваем. Ладно. Слушаю. Да, да, да. Вот такое дело. В режиме потуха меня била. Давайте вам эту, мандаринку. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»